Мэр Харькова сделал заявление о работе школ с 1 сентября. Несмотря на решение МОН возобновить оффлайн-обучение в украинских школах с 1 сентября, некоторых регионов это может не коснуться. Например, в Харькове возобновление учебы в школах осенью под большим вопросом из-за постоянных обстрелов города. Об этом сообщил мэр города Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона. В Харькове будет онлайн-обучение. С таким ожесточением, как обстреливают наши школы на сегодня, нам уже не приходится говорить об обучении детей в режиме оффлайн. Понятно, что мы сегодня переходим и будем готовиться с 1 сентября в большинстве только к онлайн-обучению для детей. Потому что обстрелы не прекращаются, сказал Терехов. Отметим, что российские ракеты, которые выпускают села территории России, долетают за 30-40 секунд из-за близости расположения Харькова к границе. Город каждый день обстреливают по несколько раз. Так, 10 июля по Харькову россияне выпустили ракету типа «Искандер». Среди раненых в результате ракетного удара есть 12-летний ребенок. Ее и еще троих пострадавших гражданских госпитализировали. Как готовят школы к началу учебного года? Чтобы уроки проводились преимущественно в оффлайн-режиме, учебные заведения должны соответствовать необходимым требованиям. Так, сейчас в школах проводятся мероприятия по усилению безопасности, а именно, специалисты ГЩС проверяют учебные заведения и прилегающие к ним территории на наличие взрывоопасных предметов. В школах должны действовать системы оповещения. И особенно обращается внимание на доступность оповещения для детей с нарушениями зрения и слуха. К началу учебного года в каждом учебном заведении должны быть определены и обозначены пути эвакуации. В каждом учебном заведении должно быть укрытие для всех учеников и педагогов. В школах создаются запасы воды и медикаментов. Проводятся тренировки по действиям в случае объявления сигнала воздушной тревоги. Напомним, что родители сами могут выбрать для своего ребенка формат обучения. Если родители опасаются очного обучения, то они могут выбрать любую форму обучения для своего ребенка. Кит. Дистанционную, индивидуальную или экстернат, отметил ранее министр образования и науки Сергей Шкарлетт. Напомним, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. Вражеские цели попали возле школы-интерната. Мэр Харькова заявлял, что город обстреливают, как по расписанию, по нескольку раз в сутки. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы оставаться в курсе важных новостей. Также под видео вы найдете ссылку на скидки на Алиэкспресс. Спасибо за просмотр.